Окей, друзья, мы с вами приступаем к следующему блогу, который непосредственно связан с ритмом и музыкальностью. Вот все, что мы сейчас с вами на прошлых уроках приобрели в плане контроля и координации нашего тела, сегодня оно нам должно пригодиться для создания музыки. Значит, смотрите, помимо танцев и помимо различных музыкальных инструментов и музыки, существует промежуточное звено, которое называется перкуссия. Более конкретно, о чем мы хотим вам сегодня рассказать, называется бади-перкаша, то есть создание звуков при помощи движения тела. В Америке, в Англии, в Германии, в Испании, в Италии, в Африке, в Японии, в Корее, да практически во всем мире, есть свои школы бади-перкаша. Значит, оказывается, многие люди, которые занимаются не обязательно танцами, не обязательно музыкой, используют перкуссию для различного рода психологических игр. В Германии, допустим, есть центр изучения влияния перкуссии на эмоциональное состояние человека. И уже развиты определенные ритмические последовательности, определенные ритмические игры, которые 100% гарантируют, что человек, который это будет делать, будет испытывать положительные эмоции. Вот такое большое выступление, оно направлено на то, чтобы вас убедить, что перкуссия очень важна, ее действительно стоит выучить, разучить с группой людей, с которой вы занимаетесь. К тому же перкуссия – это веселая игра, в которой можно играть и на улице, либо когда вы ждете своего выступления на том или ином конкурсе. Во-первых, это привлечет внимание ваших конкурентов, немножко их обезоруживает, потому что они, наверное, это умеют делать. А во-вторых, даст вам момент единения для всей группы, и все поймут, что мы вместе, мы умеем, мы клевы, мы классные, все у нас будет здорово. Итак, меньше слов, больше дел. Первая структура, она всего на два такта. Значит, какие способы звукоизвлечения нам понадобятся? Первый, так называемый струк, он выглядит вот так. Значит, струк – это удар не носком, не пяткой, мы нужно постараться ударить в пол плоскостью вашей струк. Называется струк. Второе звукоизвлечение – это клопки. Клопки бывают разные, клопки по телу. Здесь хочу вас предостеречь и не лупить, не бить себя сигой, иначе у вас будут синяки, а у нас скоро начинается пляжный сезон, и действительно тут могут возникнуть вот такие вот синие пятна, что будет не очень красиво. И третье, что нам понадобится – это клопки. Клопки. Маленький нюанс. Самый громкий, внятный, четкий звук возникает тогда, когда вы вот в эту ямочку, которая у вас находится на ладошке, хлопайте своими пальчиками. Выглядит так. Я люблю это делать в театре, вот, когда заканчивается спектакль, когда ты так хлопаешь, оказывается, что ты хлопаешь громче всех. Итак, первая схема – Бадди Перкаша. Я буду вам считать и по ходу рассказывать, что же нам нужно делать. Итак, раз-два-три-фо, 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 стоп. Окей, вы, наверное, удивились и сразу сказали, вау, я этого не повторю, я не понимаю, что ты сделал. Значит, смотрите, прежде чем начать перкуссию, так же, как и музыканты, когда играют какое-то произведение, вы, наверное, знаете, что в ансамбле, где есть барабанщик, он делает примерно так. Вау, 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 ту-три-фо, и поехали все ехать. Вот то же самое здесь. Прежде чем всем вам, всей группой начать перкуссию, вы, как ведущий, должны задать темп, то есть скорость исполнения ваших движений. Обычно хватает счета на два такта, чтобы все поняли эту скорость и все включились в эту работу. Это первое. То есть нужно слух просчитать два раза до четыре. Раз-два-три-фо, раз-два-три-фо. Второй момент. Когда вы стоите впереди, особенно когда вы работаете на сцене, вы являетесь лидером, вы не можете позволить себе сделать так вот. Раз-два-три-фо, раз-два-три-фо. Во-первых, вы отвернулись от зрителя, а во-вторых, вы это очень эстетично, красиво, и вы забываете, что вы находитесь на первой линии, и все на вас смотрят. Поэтому нам понадобится здесь невербальная коммуникация, невербальная, то есть при помощи жестов. При помощи пальца я показываю, через сколько тактов мы вступаем. Смотрите. Раз-два-три-фо. Раз-два-три-фо. Раз. Раз-два-три-фо. Окей? То есть Иван меня понял, что говорится с полдвижения, с полтычка, с полщелчка. Поэтому постарайтесь, работая с группой, почаще практиковать вот эту вот невербальную коммуникацию. То есть показывая при помощи жестов, когда вы будете вступать. Во-первых, это выглядит стильно, красиво, зритель видит, что вы не суетитесь, не наблюдаете, как там все другие участники у вас работают. Во-вторых, все понимают, что все, есть ведущий, и он гулит, как говорится, по рампу. Итак, первый раз это стоп, удар ноги в пол. Внимание. Правая нога, правая, левая, правая. Теперь давайте вместе счет. Раз-два-два-дри-фо. Еще раз первый так. Правая нога, правая, левая, правая, левая. Давайте не торопимся. Раз-два-два-дри-фо. Еще два раза. Раз-два-дри-фо. Раз-два-дри-фо. Отлично. Перкуссия учит вас не только координацию, вы сейчас заметите, что руки будут не слушаться, а также учит вас держать темп, то есть держать скорость музыки, скорость трека, который вы создаете в своей ноге. Поэтому, помимо невербальной коммуникации, помимо счета вслух в течение двух тактов перед началом, вы как ведущий обязаны все произносить вслух. Почему? Потому что рот, мышцы находятся у вас рядом с ушами, внутри находится мозг. Все тело, весь организм, и дыхание, и мышцы работают у вас в единомоментах. Тем самым вы тренируетесь всем телом слушать и чувствовать музыку. Окей? Поэтому не бойтесь считать вслух. Психологи говорят, что энергия вашей речи – это энергия вашего танца. Поэтому вы, являясь педагогом, если не умеете громко считать и разговаривать, значит задумайтесь, а можете ли вы энергично танцовать. Окей? Давайте еще раз попробуем. Раз, два, три, фоу. 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 И раз, два, три, фоу. Отлично. Я почти уверен, что у вас не сразу все получилось. Не отчаивайтесь. Перемотайте на начало и еще раз спокойно повторите за нами. Здесь всего лишь, смотрите, раз движение, два, три, четыре, пять. Пять движений. Просто они расположены немножко в неудобном счете. Если нарисовать, простучать ритмический рисунок, который мы с вами демонстрируем, он выглядит так. Черт, дева, сны, ущелье, четверо. Раз, два, три, фоу. Раз, два, три, фоу. Раз, два, три, фоу. Раз, два, три, фоу. Спасибо. Но мы не хлопаем руками, а делаем это все телом. Всем телом. Раз, два, три, фоу. С, два, три, фоу. Раз, два, три, фоу. С, два, три, фоу. 1, 2, 3, и все. Отлично. Напомню, что мы должны изучить два такта. Только что мы сделали один такт. Второй такт выглядит очень просто. Смотрите. На раз мы хлопаем, делаем стол. Два ничего не делаем, зато на три. Окей? Значит, сложность в том, что вся музыка, которую мы с вами слушаем, она акцентированно имеет акценты на вторую-четвертую долю. Поэтому, когда вас просят хлопнуть на раз или на три, обычно это вызывает такой легкий дискомфорт. Однако, если вы послушаете Лим Бискит, либо музыку стиля рок, вы заметите, что многие музыканты, многие танцевальные музыкальные стили, это не два-четыре, а именно один-три. Итак, 1, 2, 2, 3, и все. Отлично. Теперь давайте соберемся вместе. Тенпы не очень большие, не очень быстрые. Раз, два, три, и все. Отлично. Раз, два, три. Возьмите. Раз, два, три. Отлично. Раз, два. Я вам советую перемотать вот этот конечный этап нашего урока и сделать, повторить это с нами. Значит, опыт показывает, что вроде бы вы выучили последовательность, вроде бы вы считаете ровно, но обязательно спустя 2-3 такта вы начнете сбиваться. Поэтому вот эта перкуссия на 2 такта, которые мы сегодня с вами рассмотрели, она очень клево работает как разминка. Поэтому не стесняйтесь ее рассматривать, изучая с ребятами. На каждом уроке это у вас займет может быть 5-10, может 15 минут. Но то удовольствие, которое вы будете испытывать, когда у вас будет получаться, оно стоит этих 5-10 минут нескольких уроков. Поверьте. Окей? Мы на этом с вами урок заканчиваем. И переходим к следующему уроку и к следующему ритмическому рисунку из Бадди Перкаши. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok